Библейский портал экзегет.ру представляет Это видео записано для сайта экзегет.ру. Сейчас мы с вами рассмотрим содержание второй главы Соборного послания апостола Иакова. В начале этой главы апостол Иаков рассуждает об отношениях внутри христианской общины. Как вы помните, в первой главе мы слышали о бедности и богатстве. О том, что апостол Иаков убеждал нас во внутренней пустоте и тщетности богатства. Но сейчас вот эта тема, и очень актуальная для многих людей тема, она апостол Иакова приобретает несколько иное освящение. А как же богатые и бедные сосуществуют друг с другом на одном богослужении, на одном христианском собрании? Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа Господа нашего, не взирая на лица. Мы же понимаем, о чем хочет сказать апостол Иаков. Очевидно, что, не взирая на лица, имеется в виду, не сообразуя свое отношение к человеку в связи с тем или иным имущественным и денежным цензом. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете, «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете, «Ты стань там, или садись здесь у ног моих», то не пересуживаете ли вы в себе, и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» Ситуация, которая перед нами открывается, она, по-моему, понятна и простая. Если ваше собрание, вот здесь апостол Иаков использует слово «синагоги», «синагога», а не слово «экклесия», «церковь». Это обусловлено именно тем, что его послание адресовано прежде всего христианам из иудеев. И об этом мы с вами говорили, когда проходили вступление к первой главе. Но слово «синагога», «синагоги» и «церковь», «экклесия», на самом деле это одно и то же понятие. И слово «синагоги» греческое переводится как «собрание», и слово «экклесия», «церковь» тоже переводится как «собрание». Но если разбирать исходные значения этих слов, то «синагоги» — это собрание, на которое сошлись люди или на которое человека привели, а «экклесия» — это то собрание, на которое человека позвали. То есть происхождение этих терминов, оно изначально от разных глаголов, от глагола «вести» и от глагола «звать», но смысл здесь один и тот же. И учитывая то, что апостолы, как мы знаем, проповедуя Христа, прежде всего приходили в синагогу и начали анализ свою проповедь именно в той среде, которая более благоприятна была для принятия Слова Божия, мы не удивляемся, что апостол Иаков здесь использует именно это слово. Так вот, в христианское собрание входят люди, богатые и бедные. И, как мы видим, оказывается, даже в то время происходили вот такие прискорбные для нашей веры случаи, когда богатому говорили «сядь здесь», то есть на почетное место, а бедному «вот, встань там, подальше». И апостол Иаков, конечно же, возмущен таким положением дел и говорит «не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» То есть, когда мы делаем так, то мы становимся, во-первых, в положении неправедных судей, потому что судим по внешности, а не по человеку. Это во-первых. А во-вторых, что означает слово апостол Иакова «не пересуживаете ли вы?» Но надо сказать, что греческий текст послания апостола Иакова, он дает нам возможность перевести это слово здесь несколько по-другому, а именно «не разделяетесь ли вы в себе?» То есть, не разделяете ли вы единое тело Христово, единую христианскую общину на разные группы людей, тем самым согрешая против церкви? «Послушайте, братья возлюбленные!» И дальше апостол Иаков приводит аргументы некой неестественности такого поведения и, в общем-то, намекает на какую-то внутреннюю слабость человека, который всегда готов унизить человека немощного, бедного и подхалимствовать человеку богатому. Что-то в этом всегда содержится низкое, неприятное, недостойное самого человека. Поэтому апостол Иаков говорит, «Разве не бедных ли мир избрал Бог быть богатыми верой? А вы презрели бедного. Не богаты ли притесняют вас? Не они ли влекут вас в суды?» То есть в своей обычной жизни что вы наблюдаете? Кто чаще вас обижает? Богатые или бедные? Конечно, богатые. Кто чаще всего идет с вами судиться в суд? Богатые или бедные? Конечно, богатые. А зачем же вы в таком случае лебезите перед ними и предпочитаете их там, где каждый должен быть равен друг другу? Не они ли бесславят ваше доброе имя, которым вы нарицаетесь? Но на это апостол Иакову могли возразить. Нет, мы поступаем по любви, по милосердию, по доброму относясь к человеку. Предупреждая этот аргумент, апостол Иаков говорит, «Если вы исполняете закон царский, то есть закон любви по Писанию, возлюбили ближнего твоего как себя самого, то, конечно, делаете хорошо, это правда. Но если поступаете с лицеприятием, то есть для одного закон любви действует так, для другого так, то вы оказываетесь преступниками перед законом». И эту мысль апостол Иаков он иллюстрирует следующими рассуждениями. Если человек соблюдает весь закон, но согрешит в что-нибудь одном, то становится виновным перед всем законом. Ибо кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Поэтому если ты убьешь, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. По мысли апостола Иакова, закон представляет собой нечто целостное. Если мы отвлечемся от конкретных формулировок закона, то что стоит за этими формулировками? Образ святого человека, который живет в единстве с Богом и в единстве с людьми. Жизнь Божия живет в этом человеке. А те или иные заповеди – это лишь видимое проявление вот этой внутренней жизни Бога в человеке. Поэтому нарушение какой-то одной заповеди, конечно же, вносит диссонанс в эту общую картину духовной жизни человека. И поэтому, если вы к одному проявили любовь, а к другому – не любовь, то вы нарушили закон во всей его целостности и полноте. «Итак, говорите и поступайте таким образом, как имеющие быть судимы по закону свободы». Видите, уже не один раз апостол Иаков употребляет это выражение «закон свободы». Последний раз мы встречали его в первой главе. «Ибо суд без милости, не оказавшим милости, милость превозносится над судом». Заканчивая свои рассуждения о нестроениях в христианской общине, о том, что даже христиане способны довести себя лицемерно, апостол Иаков напоминает самое главное. Да, в нашей жизни мы часто ссылаемся на справедливость, но прежде всего это милость, потому что Господь очень часто к нам несправедлив, несправедлив, потому что проявляет к нам милость вопреки зачастую нашим поступкам и делам. И во второй части второй главы апостол Иаков переходит к рассмотрению очень важной темы, а именно соотношения веры и дел в жизни христианина. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат и сестра ноги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Апостол Иаков говорит здесь о необходимости дел, которые подтверждают человеческую веру. Приводит абсолютно конкретный пример, что если ты человек верующий, ты не можешь сказать тем, кто к тебе пришел с нуждой, что идите, я за вас помолюсь, грейтесь и питайтесь миром, Господь вам поможет, но именно ты должен помочь этим людям. «Но кто-то скажет, говорит апостол Иаков, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, но и бесы веруют и трепещут». Вот еще одно удивительное, удивительное размышление апостола Иакова. Оказывается, вера человека не является достаточной для его оправдания, хотя иногда человек, который держит за истинной верой, думает, что именно только вера может его спасти. Оказывается, бесы тоже верят. В каком смысле они верят? Да, бесы признают существование Бога. Поэтому подлинная вера – это не просто признание того, что Бог существует. Ведь точно такая же вера есть и у бесов. Но эта вера почему-то не меняет их внутреннего состояния, не заставляет их любить Бога и человека. То же самое и человек, обладающий верой, может уподобиться демонам или бесам, если он верит в Бога, но не любит по-настоящему Бога и не любит настоящему ближнего. Это страшный произноситель, но, оказывается, человек может обладать и некой бесовской верой. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвик Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнил слово Писание. Веровал Авраам Богу, это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим. Также апостол Иаков приводит, например, Раав, блудница, которая конкретными делами послужила израильскому народу, и заключает свое рассуждение простым утверждением. Вера без дел мертва, как тело без духа. Но мы с вами, изучая послание апостола Иакова, и прекрасно понимая его мысль, в общем-то, всецело с ним соглашаясь, не можем не задаться следующим вопросом. Если мы прочитаем весь Новый Завет, то увидим, что как будто бы апостол Петр имеет другие мысли на этот счет. И если апостол Иаков говорит, что не делами ли оправдался Авраам, то апостол Павел как будто утверждает противоположное. Он говорит, что верой оправдался Авраам. Неужели мы видим здесь противоречие в богословии апостолов? Более того, апостол Павел говорит, что мы спасаемся не делами закона, а верой в Иисуса Христа. Как здесь быть? Как нам попытаться здесь разобраться и примирить эти две точки зрения неискусственным образом? Для этого нам нужно, в общем-то, проделать очень простую операцию. Мы должны с вами посмотреть на первый закон логики, закон тождества, который гласит, что мы можем говорить, что утверждение противоречит полностью друг другу, если у двух этих точек зрения, у двух авторов, речь идет об одном и том же предмете, в одном и том же отношении, и имеется в виду одно и то же время. Если мы с вами именно с этой точки зрения рассмотрим то, что говорит апостол Павел и апостол Иаков, мы придем к удивительному для себя выводу, что апостол Павел прежде всего имеет в виду дела закона Моисеева. Вот это как раз мелочное исполнение предписаний закона и конкретно мировоззрение иудеев и фарисеев, которые думали, что они исполнением дел закона как бы делают Бога обязанным их спасти. И, конечно же, апостол Павел выступает против этого и говорит, что, конечно же, не делами закона мы спасаемся, но вера в Иисуса Христа, потому что и невозможно человеку исполнить весь закон, не только закон Моисеев, но и нравственную часть закона Моисеева. В этом смысле апостол Павел говорит об источнике святости, об источнике праведности, которой, конечно, есть только Христос, который и помогает нам исполнять закон, и который восполняет нас то, чего нам не достает, как людям несовершенным. Но апостол Иаков говорит совершенно о другом. Он не касается действия рассмотрения статуса закона Моисеева или тех или иных его положений. О чем он говорит? Он приводит абсолютно простой пример. Это пример милосердного поступка. Есть нуждающиеся люди. Ты им помог, значит, вера твоя получила выражение в делах. Если ты им не помог, то твои дела противоречат твоей вере. Твоя вера остается без дела милосердия, без дела любви, и поэтому она мертва. Поэтому апостол Иаков под делами, без которых вера мертва, имеет в виду дела любви и милосердия. А апостол Павел нечто совсем иное. И апостол Павел неоднократно говорил о том, что именно любовь делает веру человека совершенной. Без любви, а именно без делов, спастись невозможно. И мы с вами помним замечательные слова апостола Павла из послания Коринфянам, где он рассуждает о значении любви, что человек, имеющий все духовные совершенства, но не имеющий любви, он на самом деле ничего из себя в духовном смысле не представляет. То же самое и только в других формулировках, в других выражениях сейчас до нас пытается донести святой апостол Иаков. Так что между богословиями апостола Иакова и апостола Павла на самом деле при ближайшем осмотрении нету никаких противоречий.